Называли преступным подходом, требовали объяснений. В областном правительстве прошло совещание по вопросам контроля работы управляющих компаний. На него были приглашены представители обслуживающих организаций, к работе которых накопилось больше всего претензий. О чем говорили на встрече. Наш сюжет без комментариев. Компания Аккор, компания Актив Комфорт и УЖХ – это чемпионы по количеству собранных растережений, которые остались без работы. Старшие потом ругаются и не пускают даже на кровлю. Многие пишут заявление, что отказываются от чистки кровли в связи с тем, что кровля будет повреждена. Я не знаю, какие люди вас не пускают на свои кровли. Человек, который присутствовал непосредственно при трагическом событии, мужчина, проживающий в этом же доме, говорил, что он уже неделю названивает управляющей компанией и предупреждал неоднократно о том, что необходимо удалить наличие, который привел таким последствиям. А сколько у вас единиц техники в собственности? У Акора 4 единицы техники. А у УЖХ нету? Количество домов сколько? 670, если обе компании брать. 670 домов, 4 единицы техники, а у УЖХ нет ни одной. Вы неизвестно, кого завтра приведете. Вы агитируете людей тем, что вы будете обслуживать. А нанимаете там разовых людей, которые не имеют ни квалификации, почти наверняка достаточной, ни еще чего, как они сами там, как гроздья виноградные из крыши не падают. Это еще вопрос большой. Сколько у вас в управлении находится квадратных метров и какое количество техники на обслуживание этих квадратных метров имеется лично у вас? 0,0? Управляющая компания «Актив Комфорт» обслуживает 182 многоквартирных дома. Все, что сейчас... Почти 700 тысяч квадратных метров. 700 тысяч квадратных метров в жилой площади. Количество техники? 182 многоквартирных дома. Два трактора. Два наемных. 182 дома. Здорово. Я могу сказать, что в данном случае критику мы воспринимаем правильно. Подождите, вы не критику должны воспринимать, а вы сейчас под телевизор людям объясняете, что вы, занимаясь этим бизнесом, не имеете ничего за душой вообще. После бесед с директорами правящих компаний складывается впечатление, что их беспокоит лишь величина этого самого тарифа, но никак не безопасность граждан. А про комфорт жителей с ними говорить вообще иногда затруднительно. Про материально-техническую базу говорить, наверное, нечего. Ее просто нет. Так, например, правящие компании при управлении больше чем 150 домами имеют не более двух тракторов, либо совсем их не имеют. Более того, есть и вовсе вопиющие случаи, у дворников нет исправной лопаты и метлы. Подобный преступный подход со стороны управящих компаний и их руководство в итоге приводит к трагедиям, о которой сегодня мы уже говорили. Даже очевидные вполне законные требования инспекции управящие компании идут испаривать в арбитражный суд Кировской области. Но при этом доля выигранных инспекций дел составляет не менее 96%. И это в очередной раз подтверждает неверную направленность вектора работы управляющих домами организаций.